Добрый день, дорогие мои подписчики! С вами снова, как обычно, Михаил Игоренков. Рад приветствовать вас на этом канале. Собственно, посмотрев всякие процедуры официального церемониального взвешивания, оценив линию всяких разных БК, я приступил к разбору окончательного предстоящего карда UFC. Записал уже подкаст для клиентов. Опять же, он опубликован в закрытом чате в Телеграме. Он опубликован на Boosty. Один из зрителей у меня в комментариях поинтересовался, а что это за Boosty, где ее взять? В комментариях, в первом закрепленном комментарии лежит ссылка на Boosty, в описании под видео лежит ссылка на Boosty. Все там. В целом, неделя началась неплохо. Я просто сейчас небольшую вкратце ввод, почему у нас UFC отличается от других разных турниров в плане ставок. Так как зрители новые приходят, возможно, не понимают. Я, например, дал на One Friday Fights, на One FC метку, на TM, на один из боев, на боев Паршикова. Потом в голосовом сообщении дополнительно отмечал, что хочется посмотреть, что на Бэтсити дадут. Может быть, там будет более выгодная TM. В итоге здесь прогрузили сначала. Там было TM 1.5 за коэффициент 1.80, чем-то 1.92 на паре бете. Потом, соответственно, прогрузили. Они дали TM 1.5 за 1.5. Потом обратно прогрузили. Там уже была за 2.2 TM 1.5. А в итоге Бэтсити открыли TM 2.5 за 1.5. И я в закрытой чат кидаю в итоге ставку, что вот я вообще за 1.5 забираю TM 2.5. И они ушатываются в первой половине третьего раунда. То есть линии неустойчивы. Они туда-сюда гуляют только в путь. Примерно та же самая ситуация на ICA. Я там давал метки, соответственно. На Дипчикова TM залетело. На Джанаева говорил, что бой на ТБ. И потом отметил, что, блин, коэффициент сильно прогрузили. Неинтересно. Не буду забирать. В лайве, соответственно, Бэтсити открывает ТБ полный бой за 1.65. Я забираю, кидая скрин на канал, в Телеграм. После второго раунда становится понятно, что будет досрочка. И вдруг в лайве Бэтсити открывает TM 4.5 за 1.85. Естественно, забираю, перекрываясь. Показываю, вот кидаю, да. Ну, а, например, я оценивал ставку там за более-менее какой-то меняемый коэффициент ТБ 2.5 на главный бой на Визигина с Белчуровым. И давал, например, по ребетам, да, на три раунда какой-то более-менее меняемый коэффициент. А тут хуяк Бэтсити открывает ТБ 2.5, два полных раунда, половина третьего за 1.85. Ну, то есть, ты постоянно что-то вот ждешь изменений коэффициентов. Где-то просядет, где-то откроет, где-то что-то еще. С UFC проще. Пляшет линия от западного БК, от Пинки, от всяких остальных крупных, да, там, маркетов. От этого она более устойчивая. Я могу дать рекомендацию, например, там, да, и понимаю, что все, все мои клиенты, подписчики могут забрать. За тот коэффициент, за который я говорю, если это касается классических вариантов. Победы, тотал, эфоры, там, и все остальное. Понятное дело, что если мы говорим про ставки, там, на статистику или на какую-то еще, там, да, на какой-то мусор. Там про грузы они вполне себе могут быть, и коэффициенты могут меняться, и исходы могут снимать с линии. Все может быть. Но здесь все, опять-таки, говорю, все устаканено. И конкретно у меня для вас есть две рекомендации. Они такие, знаете, именно больше рассчитаны на тех, кто собирается смотреть этот турик в лайве. Потому что, вот, например, понятное дело, я в бесплатку всегда разбираю мейн-ивент. Это поединок Джека Хермансона и Джо Пайфера. И я уже в предварительном подкасте отмечал, что конкретно здесь, в этом поединке, я считаю, очень высокая предпосылка того, что поединок затянется. Что он получится именно такой на ТБ. И конкретно сейчас на ТБ 2.5, например, в том же самом прибете-фанбете, дают коэффициент выше двушки. То есть, Джек Хермансон последний бой проиграл Роману Долидзе на последней минуте второго раунда. Роман Долидзе смог его, там, да, удивить неожиданным заходом, да, вот этим. Но в целом у него была достаточно внушительная серия из решений, где он либо побеждал, либо проигрывал. Причем против достаточно опасных оппонентов, там, да, вот, и так далее. Но вот Келвина Гестилума смог подловить, опять-таки, этого полусредневеса, который у этого весовой что-то забыл, и так далее, на хилл-хук. И в целом становится понятно, что у него, в общем-то, удачно удавалось реализовать себя за счет партера, за счет работы на земле, за счет сабов. При этом Джо Пайфер сам хорош в этом плане. Если что, перевести, там, забить что-то туда-сюда, так или иначе, ему, как бы, нормально, вполне себе. При этом в стойке он тоже, в принципе, плюс-минус опасен, но Джек Хермансон в этом плане сам перетыкиватель. Тот еще обладает достаточно хорошими габаритами в этом плане, чтобы просто, там, отмахиваться, оттыкиваться и так далее. Они, в целом, во многом схожи, хотя размах у Джека Хермансона повыше. В общем, я в чем, к чему я? Понятное дело, что в этом поединке, скорее всего, будет много гачи, скорее всего, будет много работы на земле. Но, с учетом скиллов этих оппонентов, что, на самом деле, они не настолько хитрые, не настолько, скажем так, да, скилловые именно джитсеры. Будет стандартная залежка, что-нибудь в гарде, в халфгарде, там, да, с попыткой что-нибудь, там, забрать спинку. Сейчас, там, да, защищаться, там, условно, от РНК, от всего, там, может каждый долбоеб, там, да, то есть, условно, что ему делать. Поэтому два раунда, как по мне, они должны продержаться. Но при этом надо четко понимать, что ставка на ТБ, она с каждой секундой боя становится все более выгодной, выгодной и выгодной. То есть, если ты ТМ заранее не взял, то, как бы, ну, вернее, ты берешь ТМ, например, да, что они ушатываются с два раунда, понимаешь, что они ушатаются скорее во втором, там, да, потому что на первом раунде это не должно случиться. И ты понимаешь, что, когда проходит первый раунд, а тебе предлагают тот же самый ТМ 2.5, ну, то бишь, два раунда, за более высокие коэффициенты, ты такой думаешь, бля, нахуя я прям отчем забирал, условно, да? Здесь другая история. То есть, ставка на ТБ, она, в этом плане, выгодная. Если забираешь, ты видишь, что все нормально, все идет на ТБшечку, ты не паришься. И в лайве ты не можешь добрать этот вариант, потому что коэффициент падает, падает, падает. При этом здесь, опять же, как я еще раз говорю, если будет досрочка, допустим, в рамках двух раундов, то скорее во втором, чем в первом. То есть, она может быть на фоне какого-то накопленного урона или чего-то еще. И в этом плане в лайве, если что, может быть перекрыться, продать ставку, вывести по кэш-ауту, там, перестраховаться или что-то еще сделать. Но конкретно при матче, если вы планируете засмотреть этот бой в лайве, кроме ТБ 2.5, здесь ничего более выгодного нет. В моем понимании. Поэтому официальные рекомендации ТБ 2.5 буду сам в лайве смотреть и, опять же, вам же продемонстрирую действия определенные, если потребуется. То есть, перекрываться, не перекрываться, продавать ставку. То есть, если поединок разобран бесплатно, то и в лайве я, соответственно, тоже мысли по поводу этого боя высказываю. Что касается второго поединка, за которого вы проголосовали, это поединок Радольфа Вейра и Армена Петерсяна. Я, откровенно говоря, не понимаю, зачем. То есть, для меня, как и для любого человека, который плюс-минус смотрит турниры, UFC, MMA и так далее, становится четко понятно, что это ярко выраженное противостояние стилей. То есть, Радольфа Вейра, даже если вы посмотрите Антопологи, вы видите, что он, собственно, да, там, в ги, в общем-то, да. Что он на каком-то чемпионате, что-то вроде бы типа джиу-джитсу, там, у него черный пояс. И вы такие понимаете, что, скорее всего, чувак про работу на земле, про сабы, про все остальное. Вы не ошибетесь. Действительно, это легендарный джитсер, там, троллевали, там, с огромным количеством побед, там, тра-та-та, тра-та-та-та-та-та-та. Вот, да и в целом, если вы посмотрите, то увидите, что у него победа, там, троллевали, там, тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот, но при этом и победы имеются. То есть, у него победы либо по очкам Крису Кертису, либо Ирнандесу во втором раунде, например. И вы уже начинаете понимать, что, возможно, возможно, у него возникают какие-то проблемы по кардио. И вы тоже окажетесь правы. В итоге, становится четко понятно, да, что он на себя представляет, даже на базе шуток анализа. С другой стороны, Армен Петросян. Ну, тут надо, наверное, посмотреть какие-то его поединки, но я вам открою секрет. Он больше про стойку, чем про борьбу. Раз мы говорили про противостояние стилей. В итоге, либо Радольфа Веера его в первом раунде сабнет, либо он просядет по кардио, тогда на ауты, на победу появится Армен Петросян, начиная с второго раунда. И для меня это поединок на ТМ. На то, что ушатаются с два раунда, сейчас разные БК дают, там, 1.77, 1.78, там, и так далее. Я заберу именно эту ставку, и она тоже надо посмотреть. То есть, если они быстро ушатаются, вы довольно рады. Если они в первом раунде не ушатаются, вы уже, соответственно, делаете выводы. А они во втором-то могут ушататься? Нет. Есть ли предпосылки какие-то? Если предпосылок вдруг нет, то вы перекрываетесь. Но, скорее всего, здесь за два раунда ушататься они должны. То есть, тот же самый, например, Кая Баралия, допустим, да, который дошел до решения с Арменом Петросяном, вот он просто, понимаете, вроде бы тоже про работу на земле, про партер, но именно про какой-то контроль тухлодыровой сетки. Там, головой переться в яйца, там, да, что-то попытаться перевести, прижаться. То есть, не тот человек, который пытается реализовать себя в партере именно в плане садмишинов или чего-то еще. Радольф и Вера все-таки другого класса борец, боец, там, да, и все остальное. Поэтому здесь ставка на ТМ, но лучше, конечно, в лайве смотреть, если что, страховаться. Но для меня, опять же, две рекомендации от вас. От меня для вас. Радольф и Вера, Армен Петросян, то, что ушатаются с два раунда. Джек Хермос и Джо Пайфертол, что зайдут в третий раунд. Вот. Все остальное в платку. Закинул, опять же, ссылка на Boost в описании под видео, в первом закрепленном комментарии. Все как обычно, все как всегда. Неделю начали неплохо, надеюсь, и UFC удастся закрыть в плюс. Вот. Так что жду всех в Телеграме, залетайте, будем турик лайвить. Сегодня я освободил себе вечер-ночь. Буду активно в голосовом чате. В общем, всем адекватным, буду рад. Всем всего хорошего.